Всем привет, дорогие ученики! Сегодня мы научимся решать задачи на вероятность событий. Сначала давайте разберем, что такое вероятность и как ее находят. Простыми словами, вероятность – это оценка возможности наступления некоторого события. Например, какова вероятность того, что вечером стемнеет? Вероятность такого события равна 100%, потому что вечером всегда темнеет. Или же, например, какова вероятность того, что в воскресенье будут уроки в школе? Такое событие невозможно, потому что по воскресеньям школа закрыта. Подведя итоги, можем сказать, что событие может произойти, а может оно и не произойти и вовсе. Вероятность обозначает букву «п». Вероятность события, которое не может произойти, обозначает за ноль. А вероятность события, которое происходит точно, 100%, берут за единицу. Таким образом, вероятность принимает значение от нуля до единицы. То есть минимальная вероятность события – ноль, максимальная вероятность события – единица. Существует формула вероятности. Это отношение благоприятных исходов ко всем исходам. M – благоприятные исходы. N – все исходы. Давайте рассмотрим сразу на примере задачи. Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет четное число? Итак, игральный кубик имеет 6 гранит с цифрами от 1 до 6. Какие бывают четные числа на игральном кубике? Это может быть число 2, может выпасть 4 или 6. Это все четные числа, которые могут быть на грани кубика. А всего у нас чисел 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Итак, 2, 4 и 6 – это благоприятные исходы. Всего их 3. И 6 всего. Значит, для того, чтобы найти вероятность того, что выпадет четное число при бросании игрального кубика, мы 3 благоприятные исходы разделим на все исходы. Получим 1, 2 или 0,5. Второе. Выпадет число, которое не делится нацело на 4. Итак, на 4 у нас делится в игральном кубике только число 4. Значит, не делится числа 1, 2, 3, 5 и 6. Это благоприятные исходы. Числа, которые не делятся нацело на 4. А всего исходов у нас также 6. Итак, 5 благоприятных исходов делим на общее число исходов на 6. Это и будет вероятностью данного события. Третье. Выпадет число, которое не делится нацело на 3. Из чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6 нацело делится 3 и 6. А не делятся все остальные числа. 1, 2, 4, 5. 4 числа не делятся нацело на 3. Всего исходов 6. 4, 6. Сократим дробь на 2. 2, 3. Это и будет вероятностью данного события. И четвертое. Число, кратное 7. Но у нас числа от 1 до 6, ни одно не кратное 7. Поэтому вероятность такого события невозможна. Нет такого числа, которое делится на 7 среди чисел, которые есть на грани кубика. Поэтому вероятность такого события равна 0. Такое невозможно. Следующая задача. Чтобы сдать экзамен по математике, нужно выучить 30 билетов. Ученик выучил 25 билетов. Какова вероятность того, что он вытянул билет, ответ на который знает? Итак, у нас всего 30 билетов. Это и есть число всех исходов. А ученик выучил 25 билетов из 30. Значит, это и есть благоприятные исходы. Нам нужно, чтобы ученик вытянул тот билет, который он знает. То есть тот, который выучил. 25, 30. Сокращаем на 5. Получим 5, 6. Это и будет вероятностью данного события. И последняя задача. В классе учатся 12 девочек и 17 мальчиков. Один учащийся этого класса опоздал в школу. Какая вероятность того, что это был мальчик? Итак, мальчиков у нас 17. Это число благоприятных исходов. То есть, что опоздает мальчик. А сколько же всего человек в классе? В классе у нас есть и девочки, и мальчики. Значит, количество всех учеников – это девочки плюс мальчики. Это будет количество всех исходов. Значит, нам 17 нужно поделить на 29. Дробь несократимая. Это и будет вероятность того, что опоздает мальчик. И второе. Какова вероятность того, что это была девочка? Девочек у нас 12. А количество учеников в классе мы уже с вами нашли – 29. 12, 29. Это и будет вероятность данного события. Надеюсь, у вас не осталось вопросов. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok